МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Свой патруль» в студии Тимур Злевко. И в ближайшие пять минут мы расскажем вам о криминальной хронике Преамурия. Сегодня в выпуске. Прокуратура через суд требует отремонтировать рухнувшую котельную Макдагачи. Претензия направлена в адрес администрации. В Преамурии серийные грабители гаражей похитили грузовик с ритуальными товарами. Работали на золотодобыче. Несколько незаконных эмигрантов будут выдворены за пределы России. Новый способ обмана. Телефонные мошенники представляются работниками пенсионного фонда. Прокуратура Макдагачинского района обвиняет в бездействии администрацию поселка Макдагачи. 27 июля здесь произошло обрушение панельных стен котельной. Как установлено, во время проверки из-за ЧП создалась угроза обрушения прилегающих к аварийному участку стен, перекрытий и кровли. По данной причине в котельной не могут проводить работы по подготовке к отопительному сезону. Также выяснилось, что администрация поселка Макдагачи, как собственник здания котельной, не проводила мероприятия по техническому состоянию здания, а также его капитальный ремонт. Прокурор района 28 июля направил в суд заявление о признании бездействия администрации поселка незаконным, а также потребовал возложить на нее обязанности обеспечить проведение капитального ремонта здания котельной. Заявление находится на рассмотрении. Пять краж из гаражей и поджог двух гаражей. В серийных преступлениях подозреваются два жителя города Сковородино. Парней 1990 и 1996 годов рождения сотрудники полиции задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. По версии следствия, злоумышленники взламывали запорные устройства и таким образом проникали внутрь гаражей. Напарников интересовали личные вещи владельцев. Бытовая техника, инструменты, продукты питания. Также из одного гаража подозреваемые похитили мопед, из другого – грузовой автомобиль с ритуальными товарами. Установлено, что молодые люди причастны и к поджогу гаражей. В результате пожара полностью сгорели два гаража с автомобилями, еще четыре пострадали частично. Общий ущерб от их везде составил более 1 миллиона рублей. По фактам краж и поджога возбуждено уголовное дело. В настоящее время один из подозреваемых находится под стражей, второй – под подпиской о невыезде. Сотрудники полиции выявили и пресекли факт нарушения миграционного законодательства. Дело было в городе Зея. В Зейском районе в ходе совместных мероприятий сотрудники полиции и ОФМС выявили факт нарушения иностранными гражданами режима пребывания на территории Российской Федерации. При проверке золотодобывающего предприятия стражу порядка обнаружили пятерых иностранцев, у которых истек срок пребывания на территории Российской Федерации. Данных граждан доставили в отдел полиции. В отношении них составлены административные протоколы по статье 18.8 Кодекса об административных правонарушениях. Нарушения иностранным гражданинам режима пребывания либо проживания в Российской Федерации, выразившиеся в уклонении от выезда из Российской Федерации по истечении определенного срока пребывания. По решению суда на нарушителей наложен штраф в размере 2000 рублей. Четверо из иностранцев в ближайшее время будут выдворены за пределы Российской Федерации. Телефонные мошенники освоили новый метод обмана – звонок из пенсионного фонда. Злоумышленники теперь не рассылают СМС от имени банка, а предпочитают звонить жертвам, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда Российской Федерации. Причем выбирают наименее осведомленных о схемах мошенничества граждан, в том числе пенсионеров. Звонящие сообщают абоненту приятную новость о том, что тому полагаются некие недоплаченные льготы, которые будут переведены на его банковскую карту. Для этого нужно сообщить данные карты, а также, пройдя к банкомату, оформить услугу «Мобильный банк на номер», продиктованный бухгалтером. После чего злоумышленники быстро выводят все деньги с банковского счета жертвы. Абонентов призывают быть внимательнее, не доверять звонкам с незаконных номеров и никогда не сообщать посторонним данные банковских карт. На сегодня это все. Смотрите выпуски нашей программы на портале asn24.ru и помните, что осторожность никогда не бывает излишней. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова